Я хочу рассказать историю такую, одну маленькую. Я же когда появился в Москве, ну после того, как меня уже выставили, а мама у меня в Одессе, и я всё время хотел, ну телефон маме поставить. И меня вдруг пригласили, вы не представляете, к Кириллину на дачу, то есть это был заместитель премьера Косыгина тогда, в те времена. Он попросил меня выступить, и референт ему подсунул, чтобы, может, и вопрос с телефоном решим. Приехали в Барвиху, там, значит, уже, там за столом, ну а я с портфелем, меня же попросили вроде выступить, я с портфелем, и тут на столе у каждого такие треугольнички, и меня, значит, референт посадил, у меня написано «Михаил Семёнович». Я говорю, я не Михаил Семёнович, он говорит, откликайся, иначе меня уволят, чёрт, я мать, откликайся, и всё, что тебе жалко, что я буду говорить, что я ошибся, я сижу как полный идиот, рядом какая-то дама сидит, рядом с ней какой-то лысый человек, я знаю только именинника так, потому что мой приятель, референт работал у него, и красивый какой-то генерал напротив меня сидит, и рядом со мной сидит какая-то женщина с таким тяжёлым лицом, этот генерал ей всё время делает какие-то знаки, она говорит, дай ему в морду, он генерал милиции, пойди дай ему в морду, я говорю, я? Она говорит, пойди, пойди, я говорю, чего вдруг, а что он говорит? Она говорит, а он говорит, чтобы я не пила, а он ей кричал всё время, не пей. Это был Чурбанов, который кричал Галине Брежневой, а я сидел рядом с ней, и это она мне сказала, пойди набей ему морду, Чурбанову, генерал-полковник, как минимум. Я совсем уже обалдел, сижу, значит, это в Барвихе, где-то такая дача, стол, человек, наверное, 20, первые в жизни, я вот на таком высочайшем уровне, чемпион мира Карпов сидит, значит, ну, видимо, взяли, потом я видел, чтобы сыграть в шахматы, значит. Евтушенко, Евтушенко, значит, говорит, он говорит, я только что ехал, приехал к вам, я был только что из Москвы, из центра еду, там очередь огромная в Угуме, я спрашиваю, зачем, они говорят, за туалетной бумагой. И я, он стоит с бокалами, говорит, я хочу, чтобы вы, сидящие здесь члены правительства, подумали о простом народе. Вот просто народ стоит и мучается за туалетной бумагой. И Галя говорит, что наш первый поэт России хочет этим сказать? Тот говорит, помолчи, Галя. Я обалдел совершенно, думаю, ну, Евгений Александрович, помолчи, Галя, дай сказать. Потом мне вдруг Галя это говорит. В Живанецке, вы знаете, я тоже не выездная. У нее был такой период, там что-то, видимо, притеснения были со стороны отца, они не знают. Короче говоря, когда я, ну, мне говорят, Михаил Семенович, я говорю, да, за здоровье именинника, значит, потом, ну, не на кому глаз остановить. Я пытаюсь к этому присоединиться, к этому присоединиться. Галя все время через стол по диагонали воюет с мужем. А, значит, возле нее с той стороны сидит на интеллигентной такой лысый, очень пожилой человек, трижды герой статистического труда, как я узнал, это был президент Академии наук Александров Анатолий Петрович, по-моему. Я говорю, Анатолий Петрович, я хочу выпить за ваше здоровье, сказал я, увидев одно интеллигентное лицо. Я хочу выпить за ваше здоровье. Он посмотрел, сказал я здоров. Вы все когда-нибудь оставались с рюмкой в руке? В полном идиотском положении? Не сесть? Не выпить? Ничего? Куда? Ну, куда ты пойдешь? Из Одессы приехал. Куда ты пойдешь? Я думаю, боже мой, какой ужас. Я, значит, сел с этой рюмкой, что-то хряпнул, и вроде напиться бы надо, но мне же надо читать, мне же надо выступать. И я все время, никто меня не просит. Я как идиот сижу, я честный человек, и я уже сам стал лепетать какую-то чушь, типа, ну вот, мне бы почитать хотелось. Хуже не бывает. Мне хочется почитать, сказал я. Мне хочется выступить, надо вот выступить. И напиться не могу, потому что надо выступить. Все выпьем, что я трезвый, и никто меня не просит выступать. А как же мне, мне же надо маме телефон, у меня же заявление. В портфеле заявление. Значит, прошу установить на Комсомольской 133 в городе Одессе телефон Жванецкой Раисея. Я держу это все в кармане и думаю, ну я не выступлю, я с этим же и уеду. Кому я нужен, что мне там это все, весь этот. Я говорю, вот выступить бы мне. Значит, почитать. Кто-то, наконец, сжалился. Михаил Семенович, говорят. Ну действительно, ну почитайте что-нибудь. Я говорю, я тогда за портфелем сбегаю. Я, значит, побежал за портфелем. Я же не буду с портфелем там сидеть. Довольно все сидят плотно. И пробегаю мимо. Там играет, значит, Евгений Александрович Евтушенко с Чурбановым бильярдом. Я говорю, вы не хотите послушать? Евтушенко говорит, нет, нет, нет. Я все равно к нему хорошо отношусь. Он тогда меня не знал. Ну что делать? Ну, это его характер. Он такой, какой он есть. И я, значит, пришел и стал читать собрание на ликвировочном заводе. То есть вещь, которая вот всегда мне приносила успех, из-за которой меня, собственно, и позвали. Посредине текста именинник встал и ушел. Я говорю, я впервые вообще выступал на таком уровне, потом больше никогда не выступал. Это произвело, это у меня так глубоко вообще травмировал весь этот вечер, что я больше, как бы меня не просили, никогда не читать, не выступал. Значит, посредине встал и ушел. Я кое-как, значит, как спортсмен, который получает пулю в позвоночник, должен добежать этого дизайнера. Я доволохся на, просто без голоса, без ничего, доволохся до конца этой миниатюры. Сел. Какая-то женщина говорит, Михаил Семенович, что вы так расстраиваетесь? Я говорю, ну как же вы расстраиваетесь? Победительник вот, я не хочу сказать, что он мне должен подписать, но встал и ушел посредине. Ну, ему противно это все. Она говорит, да он всегда в это время идет спать. Я не осмелился возразить, я, ну даже если, видимо, выступает кто-то у него уже за столом дома, он встает перед глазами артиста и уходит. Какие-то я такого не видел. Ну, он ушел спать, ладно. В общем, на следующий день референт звонит, подписано все. Все-таки у них была своя этика, подписано. Значит, Кириллин пишет министру связи Толызину. Толызину установить телефон в Одессе на Ульском Санкт-Петербурге 133. После чего, дорогие мои друзья, я еще семь лет пел и танцевал на телефонной станции в Одессе, которая говорила, а мы докажем Толызину министру связи. А мы скажем, что он этот дом не кобели, не кобелю, не кобеля. Он не кобели. Сначала вот кобели, пусть кобели, пусть экскаватор, пусть канава. Не кобеля, не кобелю, не кобели, и все. Потом я танцевал и пел на каждом стыке. Это пришло в Министерство связи Украины, я там выступал. Семь лет прошло после этой резолюции до установки телефона. Поэтому если кто-то будет говорить, что при советской власти была очень такая вертикаль, где все подчинялись, где кто-то писал, заместитель премьера писал, и это все немедленно подчинялись, послушайте тогда еще раз этот рассказ. Будьте здоровы, антрак!